А семья у вас есть? Есть. Мама. Моя мама Ли Давыдовна. Это отдельный, конечно, это вообще отдельный фильм, это отдельная история. И как здорово, что с годами мы становимся с ней ближе. Вот реальное счастье. Мамуля, привет. Человек в свои... Не буду говорить, сколько лет. За 70. Человек ходит на концерты, ходит на фотовыставки. До сих пор поучает меня. И главное, она так классно цитирует какие-то там стихи. Она просто ходячий цитатник. Просто человек, с которым всегда интересно. У нее любимое занятие, знаешь что? После того, как покурить, она что? Она любит разгадывать кроссфорды. Для меня, по большому счету, этот человек, которого зовут Сурганова Ли Давыдовна, моя мама, она до сих пор во многом остается загадочным человеком. Еще для самой себя нераскрытой. Причем, я чем больше с ней живу, чем больше сама взрослею, набираюсь у матем, больше она мне нравится. И теплее становятся взаимоотношения. Меня эта презентация очень радует, потому что не все так ажурно и мирно у нас было. Это кто? Это мы вместе с мамой, с Ли Давыдной. Сурганова Ли Давыдовна, моя мама, которая давно, в 1972 году, взяла меня из кафедры клиника, по-моему, профессора Турнера, педиатрического института, где как раз было организовано на тот момент, это как раз начало 70-х, отделение отказничков. А вы отказник? Да. Вот, и в 1972 году она меня забрала к себе на воспитание, на Кавалергарскую улицу, дом 4, квартира 22. Вам было сколько-то месяцев? Три года. Уже три года, около трех лет. Когда вы узнали, что вы отказник, что это не ваша родная мать? 25 лет. Ну, у нас был такой сложный момент с ней, во взаимоотношениях, и так как-то вот сгоряча она это сделала. Она вам сказала? Да, она не планировала вообще раскрывать эту тайну, но так вот, так получилось. И ваша реакция какая была? Я чуть в обморок не упала, мне стало жарко, очень дурно, но я себя постаралась держать в руках. Нет, ну, конечно, это шок был. Но это как-то изменило ваши отношения? Да, безусловно, мы стали ближе. Ближе? Ближе, да. Это требует объяснения? Или не требует объяснения? Я теперь не знаю. Для меня какие-то многие моменты, которые вызывали у меня, ну там, вопросы, подозрения, в общем, мне стало, как-то все стало на свои места. Я об этом узнала, как бы, вот пазлы сложились. И все. И пришло понимание. Вот знаете, я думаю, почему у меня до сих пор нет детей. Может быть, я вот из-за этого максимализма боюсь их заводить, потому что ведь ребенок, это же в части мой замысел. Хотя это очень неправильный вот подход, но он еще во мне есть. И это, наверное, является таким основательным тормозом в этом вопросе. Потому что ребенок, как твое собственное личное творение, такой некий пигмулеон, я его сотворила, я его породила, значит, он должен соответствовать моим представлениям, моему замыслу, да. Я хочу, чтобы он обладал теми или иными чертами характера, чтобы он не был подлецом, чтобы он не был наркоманом, чтобы он не был идиотом, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И если, не дай бог, что-нибудь пойдет, так скажем, не по моему сценарию, замыслу, и какие-то принципиальные, вот не будут принципиальных пунктов существовать в моем ребенке, это же будет трагедия для него и для меня. Я с этим никогда, наверное, не смогу смириться. И в итоге я буду как-то давить на него, и он в итоге тоже станет моральным уродом. Вот это очень тонкая, очень, прямо скажем, большая проблема. С другой стороны, я умом понимаю, что, как и песня, ребенок появляется, он уже отчасти тебе не принадлежит. Он принадлежит вселенной, миру. Общая, это как частичка составляющего бытия, жизни, общей гармонии. Как вот соты, да, люди соты, соты заполняют, вот такие ячейки, да. Так и вот ребенок, он пришел, вот уже все, у него должна быть своя ячейка. Он имеет на это полное право. Он сидел в утробе 9 месяцев, он там намучился, всю эту какашку дышал, ел, что я ела. Вот, появился на свет, и все, он как бы имеет право на существование так, как он захочет. По идее, мать не должна его целиком и полностью программировать дальше уже, владеть. Вот, и вот дилемма. Уже все, всевозможные эмоции, которые могли случиться, они, по-моему, уже пройдены. Единственное, что я, да, не испытала, и, наверное, может быть, если это случится, будет служить колоссальным источником вдохновения, это деторождение. Думаю, да. Вот, а все остальное, по-моему, уже все есть здесь. Вообще, вы мечтаете о том, чтобы у вас была семья, там, я не знаю, готовить обед, там, что-то? Да, мечтаю это, я даже конкретные, делаю посылы для этого. Но это отдельная история. Богу или, вопрос, посылы делаете Богу или конкретному человеку? Конкретному человеку, конкретные действия, конкретные дела, мероприятия. Не спрашиваю вас про вашу конкретную ситуацию, абстрактно говоря, как вы себе представляете идеальную семью? Ну, это, конечно, много детей должно быть. Ну, много это больше двух, так скажем, два как минимум. Да, это должны быть родители, обязательно любящие друг друга, понимающие друг друга и не лишенные чувства юмора. Вот, если у людей трудно с чувством юмора, конечно, это может наложить отпечаток на семью, создавать сложности. Многие конфликты можно избежать, просто превратив это в шутку. Вот, мне кажется, что у детей родители должны быть обязательно общие интересы. Они должны кладбродить вместе, ходить в какие-то походы, гулять. Это обязательно должны быть какие-то общие точки соприкосновения интереса. Они должны быть друзьями родителей и дети. Это можно научить? Вот как быть? Я так понимаю, что вы с вашей мамой друзья. Да, я ее воспитывала в этом ключе. А как? Как? Ну, во-первых, я старалась оставаться самой собой, во-вторых, какие-то конкретные мои поступки ей доказывали все-таки, что я на правильном пути, что я имею право так поступать, что я имею право быть самой собой. Не все так гладко было. А как? Потому что, конечно, она совсем меня видела в ином свете. И, конечно, для нее был шок. Сначала один шок, потом второй шок, потом третий шок. В общем, что я такая, какая я есть, что я все-таки не в медицину пошла, а стала заниматься музыкой. Потому что непонятно, можно, как-то зарабатывать этим деньги нельзя. Это тоже ведь большая удача. Ну и так далее, и так далее. И были спросы, и были какие-то вот наставления в жесткой форме. А этого я совершенно не принимаю. То есть у нас, конечно, терки были серьезные. А сейчас, вот последние лет десять, уже так мы на общей волне. Она приняла меня, она даже гордится мной. Поэтому все хорошо. Мама Света Ильи Давыдовна тоже иногда приходит на концерт. Как-то я пока к этому не особо не привыкла еще так. Я ее наблюдаю в обычной жизни дома. Ну, знаю, что работает. И вижу работу. Но чтобы вот так ее любили, так вот. Такое какое-то признание, такая общественная любовь. Как-то мне немножко это непонятно. Я ведь никогда не могу забыть, что эта шишига имеет ко мне отношение прямо. Мне кажется, что традиционные понятия семьи, как это было, эти представления о семье, которые царствовали, да, на протяжении последних, я не знаю, несколько веков, да, вот сейчас они претерпевают метаморфозы. И понятие семьи несколько уже, не то что отличается, оно только, скажем, расширяется, дополняется. В принципе, каждый человек, наверное, для чего-то предназначен в этой жизни. И общение с детьми, мне кажется, это отдельный, отдельный талант. То есть с детьми должны общаться люди, которые для этого созданы, да, предназначены, это умеют, и это должен присутствовать талант. Если этого нет, то получается, то есть тут велика опасность, что ребенка будут подавлять и уродовать его морально, эмоционально и так далее, и так далее. Да, почему мало талантов по-настоящему, талантных педагогов, да, почему много неблагополучных семей, и почему много детей невротиков. Вот поэтому, да, люди заводят детей, потому что, ну, так принято, да, а на самом деле так получилось, вот так сложились, представляете, что на самом деле им не надо было этого делать, да, они не предназначены для этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова